Денис Базанков 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 Особенно профессионалов в сфере. Вспомнить о ветеранах, которые должны сегодня институтом наставничества нам помогать в принятии правильных решений. И именно самые ключевые вопросы города нужно выносить сначала на обсуждение в этом совете, куда приглашать ту же прессу. Мы преследуем две цели. Мы вопрос обсуждаем всесторонне, снимаем все стресс-ситуации, которые могут привести к каким-либо конфликтам. То есть мы заранее просчитываем те ошибки, которые мы можем допустить принятием какого-либо решения и избежать их уже на начальной стадии. А потом глава города, конечно же, принимает и на личное решение. Но если у тебя есть база и за тобой есть команда, которая тебе помогает, то ты уже и делишь ответственность с ними. Одна голова хорошо, а две лучше. А если их будет 20? И самое главное, что мы всегда можем вспомнить о том, что вот помните, когда-то был там у Маслякова, у Септикова, Демина, у Левина специалист. Вот его все позабыли. Он был замечательный. Мы должны вспомнить о том, что в первую очередь мы сейчас должны подумать о профессионале с большой буквой специалисте, который имеет огромный опыт работы. Именно они знают, как было, как сейчас есть и как должно быть. И если мы все-таки вернемся к прошлому, пропустив те ошибки, которые мы сделали в современности, вернемся на начало, получив грамотные профессиональные советы, мы сможем переломить ситуацию, попробовать изменить и все-таки добиться того желаемого результата, который ждут горожане. Про бизнес. Ну, на каждом шагу мы говорим, надо поддержку оказывать малому и среднему предпринимательству. Каким образом-то будем? Во-первых, этот бизнес бы еще затащить. Но вы, поскольку корпорацию развития Республики Карелия возглавляете, за год у вас там 57 проектов, половина из них, насколько я понимаю, в Петрозаводске. То есть, соответственно, есть варианты, что кто-то появится. Как вы их будете поддерживать, как помогать? Вот смотрите, мы все привыкли плакаться. Нет денег. Нет денег ни у кого, и никогда их не было. Никогда не было легких времен. Деньги нужно зарабатывать. Зарабатывать деньги можно вплотную работой, опять же, с малым и средним бизнесом. Поддерживая его на всех фронтах. Мы не должны декларировать поддержку. Мы должны дать реальный зеленый свет. Много обсуждали о том, что на сегодняшний день нужно поднимать арендную плату за муниципальные помещения. Да не надо повышать, потому что как только повысите, уйдут последние. Давайте мы сегодня попробуем сработать в ноль, принять те законодательные акты, как на уровне республики, так и на уровне муниципалитета, чтобы сегодня бизнес, да, год-два-три расправил крылья и начал бы зарабатывать. Льготный период, так называемый. Да, каникулы, так называемые. Но мы будем понимать, что если он сегодня встанет на ноги, то через 3-5 лет мы будем видеть от него эффективность, мы будем видеть от него поступление в бюджет. Значит, задушив его сегодня в зародыше, либо когда он пытается карабкаться, люди, помогите, у меня есть идея, я готов взять кредит, но вы вот мне это и это не даете. Согласование я прохожу полгода, мешают мне надзорные органы, еще и вот тут общественность, экологи. Тогда ничего и не будет. Тогда песня о том, что нет денег, ничего не можем реализовать, она будет как плач Ярославный, вечный. Нужно принимать четкое решение, еще раз говорю, от декларации к делу. А где мы деньги-то кроме НДФЛ-а-то еще возьмем, дороги те же ремонтировать? Я уверена в том, что сегодня в первую очередь нужно работать правильно с бюджетом Республики Карелия, убеждать и главу Республики Карелия, и правительство Республики Карелия, и депутатов Законодательного собрания при формировании бюджета, учесть, что мы много уже говорим о статусе столицы города Петрозаводска, но так и не поступились, к этому не на шаг. Мы мечтаем о туристическом развитии, мы говорим о том, что это лицо Петрозаводска. Какое лицо? Посмотрите на это лицо, оно не умытое, оно грязное, оно неприглядное. Поэтому на сегодняшний день, помимо того, что надо работать с Дорожным фондом, убеждать коллег, которых я назвала выше, второе, никто не отменял никакие возможные федеральные программы. Да, может быть, звучит смешно. О, ну наконец-то, хоть кто-то мне про федеральные программы сказал. Ну, что с федеральной программы? Еще раз говорю. Пинать сотрудников администрации, чтобы писали заявки куда-нибудь. А, вы знаете, вот я уже год работаю в корпорации развития и поняла, к сожалению, пинать, это неблагодарная работа, на это тратится много времени. Я уже привыкла так. Есть цель, задача, я сама сделаю. Я сама с бумажкой, бегунком хожу по всем инстанциям, получая все те необходимые согласования и выношу уже на суд правительству. И, вы знаете, пока работает. По поводу дорог. Вы знаете, мы все время говорим о том, что какие-то подрядчики, однодневки, мы не можем спросить с них ни гарантийный ремонт, они куда-то пропадают. Ребят, начнем с того, что нужно поднять вопрос, а из чего мы делаем дороги, как и по каким стандартам. Мы сегодня просто с вами латаем дыры. Как в бюджете семьи необходимо принять жесткое, строгое решение. Нужно сегодня заплатить больше, сделать качественную дорогу. Давайте финнов наймем. Почему финны не ремонтируют дороги каждый год? Почему они сделали раз дорогу и 20 лет она стоит? Почему? А у них такие же климатические условия, вроде бы, как у нас. А почему? Тогда, значит, мы сыну велосипед не купим. Пока не купим. Мы сначала закажем финном дорогу, затем по этой дороге в следующем году мы купим сыну велосипед, и он безболезненно. И самое главное, безопасно будет ездить по этой дороге. А сегодня заплатив, а мы же, как правило, будем брать кредиты, либо республиканские, либо банковские. Мы поймем, что мы платим кредит, платим бешеные проценты, но мы понимаем, что дорога-то 20 лет стоит. А не ремонтируем ее со сходом снега ежегодно. ЖКХ. Ну, вам тоже не надоело самой эту тему? Мне вот уже все надоело. Но удивите меня здесь. Вы знаете, глава города в первую очередь должен на себя брать ответственность и представлять горожан как собственник жилья. Сегодня мы отстранились полностью в рамках жилищного кодекса, переложили все на плечи горожан. Болтыхайтесь, как хотите, это ваша задача. У администрации есть муниципальное жилье. Именно администрация должна выступать инициатором собраний. Именно она должна красной линией нести свою точку зрения и призывать к этому граждан, защищать их. Второе. Глава города должен на себя брать ответственность за рейтинг управляющей компании. Знак качества главы. Вот эта компания, я ей доверяю, я с ней работаю, я знаю, как с нее спросить. Отсюда и благоустройство. Давайте подумаем о том, что если сегодня управляющая компания работает в одном русле и в диалоге с администрацией, то глава города поднимает трубку и говорит, Михаил Михайлович, дорогой ты мой, почему у тебя дороги не подметены? Я тебе машину земли дала, почему цветы не посажены? Почему сегодня не горит лампочка? Личная ответственность. А если вот тот специалист, о котором мы говорили, мой заместитель, не может руководить этим процессом, значит пойдет сам и лампочки крутить, и землю умести. Нет, заменим, потому что каждому заниматься своим делом. И второе. Сегодня город можно привести очень быстро в порядок. Взять метлу, как хозяйка, я знаю, как это делается. А второе. Даже посадить цветочки. Есть одна замечательная идея, с которой я обязательно столкнусь при избирании. Сергей Семенович Собянин, приду, как дама попрошу, скажу, видела у вас, каждый год елки меняете, цветники каждый год новые, красивые, видела место, куда складываете. Приеду сама на фуре, как Россия Донбассу, так Москва Петрозаводску. Подарите, не откажут. Уверена. Привезу и в этом году уже посадим. Анна Валерьевна, давайте так, я на этом сегодня закончу программу, даже лишних слов не буду говорить, пускай наши телезрители делают выводы сами. Напоминаю, у меня в гостях была депутат Законодательного собрания Республики Карелия, руководитель корпорации развития нашей республики и кандидат на должность мэра Петрозаводска Анна Валерьевна Познякова. Вы смотрели важную тему в эфире телеканала ТНТ. Всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин